Что делать, если вы набрали кредитов по высоким ставкам? Идут ли банки навстречу заемщикам? Есть ли способы существенно сократить процентную ставку? Об этом мы поговорим сегодня с представителем Банка Восточной Станиславом Петраковским. Станислав Олегович, добрый день. Добрый день. Как погасить кредит? Вопрос, который сегодня задает чуть ли не каждый пятый россиянин, ведь все мы хорошо осведомлены об обстановке на мировом и на внутреннем финансовых рынках и прекрасно представляем, какую нагрузку испытывают сегодня обладатели сразу нескольких кредитов. Действительно, современные экономические реалии вынуждают искать выход не только потребителей, но и кредитные организации. Как все мы помним, у нас есть поговорка, что дома и родные стены помогают. Сегодня это не просто слова. На финансовом рынке появился новый продукт – кредит под залог недвижимости. Разъясните подробнее, что это такое? Клиент остается собственником своего жилья, а банк получает гарантию платежеспособности. Рациональное использование денежных средств позволит клиенту закрыть все мелкие кредиты, взятые ранее под высокий процент, приобрести, возможно, новые объекты недвижимости или произвести улучшения в уже имеющихся. А в чем основные выгоды этого продукта? Выгоды данного продукта очевидны. Как мы знаем, рынок недвижимости в последнее время не обладает высокой ликвидностью. Рынок замер, а кредит под залог недвижимости может помочь сохранить жилье в собственности и получить на руки достаточно большую сумму денежных средств для решения стратегических задач. На какую процентную ставку по такому продукту можно рассчитывать? Процентная ставка может быть как на уровне инфляции, так и ниже нее. То есть 16% годовых вполне реальный вариант кредитования под залог недвижимости. Как я уже говорил ранее, спрос на отдельные группы товаров достаточно серьезно снизился. То есть рынок недвижимости и авторынок просто перестали расти. А используя кредит под залог недвижимости для покупки квартиры сейчас позволит даже выиграть по сравнению с теми условиями, которые были ранее. Насколько я могу судить, очень выгодные и интересные условия и привлекательные. А какие еще параметры этого продукта могут быть интересны потребителям? Ведь кредитование под залог недвижимости, насколько я понимаю, это серьезный шаг. А значит и суммы кредитования тоже должны быть серьезными. Да, максимальная сумма кредита составляет 15 миллионов рублей, а срок погашения кредита до 20 лет. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что собственником жилья не обязательно должен являться заемщик. То есть банки не выставляют такого требования, чтобы заемщик и залогодатель были одним и тем же лицом. Использование залога дает возможность получать достаточно большие суммы денежных средств на длительный срок под низкие процентные ставки. Мы говорили о том, что залоговое кредитование удобно для физических лиц, но ведь деньги нужны и бизнесу тоже. Да, в принципе денежные средства можно расходовать на свое усмотрение со стороны банков, здесь нет жесткого контроля. Как показывает мировая практика, рациональное использование денежных средств будет выгодно как физическим лицам, так и тем, кто планирует вложиться в собственный бизнес. Как мы знаем, объемы кредитования бизнеса гораздо выше, чем объемы кредитования физических лиц. И в нашей стране уже достаточно давно говорят о необходимости развития малого и среднего бизнеса, как о основном факторе роста экономики страны в целом. Поэтому банки идут навстречу индивидуальным предпринимателям и ООО, выдавая кредиты на тех же условиях, что и физическим лицам. Только в качестве залога рассматривается коммерческая недвижимость. А такой вид кредитования, он уже известен россиянам? Для россиян это достаточно новый вид кредитования, но, как показывает практика, такого рода продукты достаточно быстро приживаются. И чем раньше заемщики поймут плюсы данного продукта, тем скорее запустятся позитивные процессы в личном бюджете и экономике страны в целом. Спасибо за разъяснение, что пришли к нам сегодня в гости. Я напомню, в студии 7 канала был руководитель направления продаж Банка Восточный Петраковский Станислав.